После этого мы все вот эти фолды, x-train, x-test, y-train, y-test, обернем в TorchTensor. Те, которые дробные числа, мы обернем в FloatTensor, если числа не дробные, обернем в LongTensor. Отлично, теперь реализуем класс, назовем его VineNet, это будет наша нейросеть для классификации. Точно так же, как нейросеть для синуса, которая была в прошлый раз, мы отнаследуемся от TorchNNModule. В функции Need в конструкторе этого класса будет некоторый аргумент, это количество скрытых нейронов, n-hidden neurons. В этот раз мы попробуем два скрытых слоя, то есть наша нейросеть будет состоять всего из трех слоев, и два из них будут скрыты. То есть первый слой это fully connected слой из двух входов, у нас две колонки для каждой бутылки вина, на выходе n скрытых нейронов. Дальше активация сигмоида, можно поставить любую другую, если хотите. После этого скрытый слой, который из n нейронов превращает их тоже в n нейронов. Снова сигмоидная активация, после этого снова fully connected слой, который выдает нам три нейрона, каждый нейрон будет отвечать за свой класс. То есть на выходе этих трех нейронов будут некоторые числа, которые после этого мы передадим в SoftMax и получим вероятности классов. А собственно этот SoftMax дальше у нас инициализируется. И напишем функцию forward, она будет реализовать граф нашей нейронной сети. Мы передаем двумерный тензор двумя колонками в первый fully connected слой, после этого в первую активацию, второй fully connected слой, вторую активацию. Вот третий fully connected слой, у которого три выхода. И заметьте, мы здесь не использовали SoftMax. Почему мы так сделали? Почему мы не прогнали выход из третьего слоя через SoftMax? Дело в том, что после того, как мы посчитаем выходы нейронной сети, мы хотим прогнать их через SoftMax и посчитать кроссантропию. Но если вы помните формулу кроссантропии, там есть логарифм. То есть выходы нейронной сети прогоняются через логарифм. А SoftMax, тоже если вы помните формулу, в нем участвуют экспоненты. Так вот, этот экспонент и логарифм, они взаимо уничтожаются, и получается, что нам не нужно вычислять экспоненты, чтобы посчитать кроссантропию. Мы можем ее посчитать, даже не считая SoftMax. Соответственно, если мы хотим просто считать лоссы, нам SoftMax не нужен. Если мы хотим посчитать вероятности, то нам придется использовать SoftMax.